на портал x get поступил вопрос грех ли вступать в брак с неверующим или неверующей без разницы вы знаете это не совсем ответственно вот это делать потому что что точно чек неверующий если вдуматься чек верующий это не просто хождение в храм там собрание постов что тоже конечно очень важно как раз чека верующего что-то будет такое некое разделение все там постятся наоборот все не постятся ты постишь ли наоборот вот некоторое разделение уже вносится в семью но это не самое важное чек неверующий у нее некоторые другие понятия добре зли и понятия добре зли поскольку мне приходилось объяснять людям неверующим кстати не только мужчинам и женщинам что изменять свои вторые правильные нельзя но если она таскать не узнает я прихожу домой от любовницы у меня хорошее настроение даже я по отношению к жене свое добро делаю вот так на эти рационально так подай подумаешь дать весь любовь отдали бы к жене прям такая упрощенная вот понимаете вот такие кругольные вещи которые вот ну наверное измена все-таки для людей большинства то она не очень приемлемо да мы все таки даже будучи может не очень верующим понимаешь что это что какое-то нарушение наших отношений в семье я не говорю про всякие там болезни там соответствующих характера даже чисто вот на нравственно духовном уровне и не только это многие вещи там воспитание детей опять же не только какие-то некие религиозные так сказать например там как можно зарабатывать деньги вот у некоторых неверующих людей есть такой принцип у некоторых не говорю всех но некоторых деньги не пахнут надо зарабатывать любым путем и вот человек допустим не берет взятки что он христианин а мужик говорит слушай но денег мало поэтому коллега берет а ты не берешь чем делать чем менее что ли если любишь бери но я так взял взятки просто так это можно что угодно быть вот когда для тебя это супер важно очень важно это не просто там даже там храм сходить в какой-то ксении сходи чтобы сходить с женой неверующей это еще но не самое страшное место в принципе храм ходишь но так иногда как-то вот ради нее что такое сделал это же не очень здорово некомфортно человека верующего а более кругольные вещи когда те ставят на вопросы либо ты меня любишь либо делаешь грех ну и например такая вещь как аборт на человека верующего аборт это убийство вот просто так вот ну не хочу метить и детей иду это порту это большая лечка верующего трагедии настолько что церковь разрешил разводиться женой если она делает аборт так сказать если муж против она все таки идет на борт вот ну и как вы будете в этой ситуации ну вам будет очень больно вас и жена убивают ваших детей а сама так не считает душ не другие понятия добра и зла так немножко почистилась и так можно так сказать множество этих примеров множить и множить я взял только некоторые которые в горло пришли то есть поэтому не вера 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 не верит не просто некая найти вот я пошел секцию большого тенниса а ты дорогая пошла в секцию ма это настольного тенниса да и ладно это куда более серьезные и кругольные вещи это не просто религиозное обрядовое чисто внешне я имею ввиду а это как ты считаешь что надо правильно и счастливо жить и вот они верующих людей у них нет понятия греха так как бывают люди верующих верующие тоже грешники что греха то есть вот все грешники но мы хотя бы знаем что мы согрешаем мы с этим боремся и но все-таки человека такого искренне верующего все-таки нету крайнести проявления греха намного меньше а у человека неверующего мне может быть даже так что он считает грех за добродетель за добродетель то есть вообще плюс минус и перепутаны знак плюс минус перепутан вот для меня это страшный грех а у добродетель вот поэтому до влюбленность но подожди не торопись по встречайся пообщайся когда немножко эта влюбленность чуть притухнет может почувствуешь что но это на с ума сойти чтобы вот сделать шаг то есть просто обречь себя на очень большие проблемы час неразрешимые когда вот вот здесь я не верующего там неверующего выду замуж что рождаются дети дети любят папу и маму и как уйти пусть уже не от любимой жены мужа от детей не уйдешь другое дело что в основном дети лежим молодые люди такие не очень церковленные и нужно попытаться до брака все эти вопросы прояснить не только быть таком угаре эмоциональным и ничего не соображать немножко вот ну-то пообщался немножко успокоился чуть протрезвел что называется от этого так сказать наплыва гормонов соответствующих вот и начал задать вопросы крошка сын пришла к отцу просто поселил крошка что-то хорошо что-то плохо вот начнешь задавать вопрос к своему так сказать напарнику по общению коллеги и может его ответа тебя немножко отрезвят вот поэтому вот надо смотреть есть люди которые не очень верующие но у них очень такая ну скажем христианская этика даже не встречались девушка которые говорили что а чё сколько бог даст столько буду рожать девушки шин низ православных семей невоцерковленных но так у ней вот вот бог в сердце как говорится она по-христиански так может ответить но легкие тыщет какие-то вещи это там змеять нельзя там еще что еще что-то но какие-то с человеком можно работать жить я думаю что его вообще еще церковить не будет уж такой большой проблем то что а чё она придет домой все что во что она принципиально верит она ли он неважно это и в то что чуть-чуть церковь и учит были такие у меня случая когда девушка просили привали парней и они один даже сейчас священник а был совершенно верующий студент так сказать мглу вот но с христианскими такими так сказать в принципе мы поскольку церковился и потом даже священник кустам так что вопрос не во внешней форме только вот а вот чисто потому что бывает и людей в церковь ходят а на них тоже очень жениться не уходить замуж сколько сплошь рядом бывает а тебя ты же сердце чем живет христом и ванскими заповедями или чем другим а церковь надо бывает в этом случае даже таким неким попыткой уйти от ответственности вроде на греши наш церковь хожу бог меня простит а чай пока нет настоящего совсем вытекающим последствия семейной жизни естественно поэтому вот надо понять что такое вера что такое иметь бога в сердце по-настоящему вдуматься это эти слова и тогда многие вещи станет более понятными и тут вот еще очень важный момент неверующих человека вот что значит человек не имеет понятия добра и зла он не умеет любить он не умеет любить ведь к интенсенции греха а бы корень греха точнее это эгоизм человека который настоящему не верующий игру про тех людей которые бывают очень жертвенными даже не зная христа и как правильнее кончить приходится из на церковь к кресту что это их дух духом близки а эти люди они служат своему эгоизму и сколько это знаю случаев когда ну тут еще дать девушки на девушки уходили от ребят оставляем детей к сожалению так это сейчас не так же редко бывает с раньше была классика как бы это сам подразумевалось что мужчина ходит из семьи сейчас к сожалению все больше женщина уходит из семьи ее не остановишь и даже дети собственно не останавливают уходит там другу к любимому человеку вот а бывает этих любимых уже не один вот поэтому любил конечно с точки зрения христианс кавычках то есть некая страсть и вот жить человеком который на которую нельзя положиться же человеком который а те может любой момент уйти потому что ему будет с тобою некомфортно а не комфорт потому что ты просто не творяешь всех запросов его эгоизма и даже аргумент так это же будет плохо детям не работает то что если эгоистом на горе он любит по-настоящему самого себя конечно таких чистом виде эгоистов сказать это не то что все неверующие да если не упаси боже меня так обвинять но вот этот момент он присутствует и к сожалению по моим наблюдениям все больше и больше нравственные принципы христианства уходит из жизни неверующих людей но все то что так сказать все больше поколениях люди станут сказать живут вне церкви не бога плюс и сами эти принципы меняются как известно и даже учения там всякие возникают о том что именно эгоин свою его потребности прежде всего удовлетворять уже это обосновывают всякие психологи так далее вот к сожалению все больше и больше люди вот в эту сферу эгоизма неверующая часть наших людей не не вся повторяю но какая-то часть все больше погружается вот это на самом деле очень большая проблема очень страшная большая проблема на самом деле это самый страшный проблем страшнее всяких войн эпидемий когда люди через способность любить друг друга а все станет уже следствие воины и так далее вот вот поэтому надо вот подумать чтобы это было не просто чисто такое на эти плотское чувство которое достаточно быстро проходит а действительно чтобы ты понял кого ты любишь чтобы это не было для тебя неожиданностью спустя бывает достаточно короткое время после уже заключение брака и там рождения ребенка внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и